Дисклеймер 1. Данное видео снял зажравшийся москвич, который в любых городах будет видеть только минусы. Дисклеймер 2. Дисклеймер 1 является шуточным. Автор не хотел кого-либо обидеть или зацепить. Приятного просмотра. Стамбул – один из самых ключевых городов в истории всего мира. За несколько тысячелетий поменялось колоссальное количество правителей, несколько религий и статус самого города. Изучение истории этого города интересно как минимум из-за того, что город находится на проливе Босфор, а он в свою очередь соединяет Черное море и Средиземное, а значит и предоставляет доступ Черного моря к океанам. Сегодня я не буду погружаться в историю Стамбула, ведь на просторах Ютуба есть множество историков, которые смогут рассказать вам о событиях города намного интереснее меня. Приятного просмотра. Часть нашего путешествия была включена в тур, то есть перелет, трансфер и отель. По дороге из аэропорта до отеля наш трансфер рассказал нам кучу баек, происходящих в городе. Как маленькие дети у туристов крали сумки и другие личные вещи. Как таксисты напаривают туристов и просят с них большую сумму к оплате. Как ночью небезопасно находиться одним в городе, а тем более в районе Гранд Базара. Конечно же, для меня это было очень неожиданно, ведь я думал, что прилетел в город 21 века, а не 18-19. И вообще, Стамбул же играет сейчас огромную роль в транзитных перелетах, и огромное количество людей со всего мира съезжается сюда. Поэтому я естественно ожидал увидеть цивилизованный европейский город, но об этом чуть-чуть позже. Отель не могу сказать, что был прям плохим, но даже три звезды были с натягом. Маленькая комнатка с двумя кроватями и ванная, где, кстати, не закрывалась дверь, и ее приходилось все время подпирать. На ресепшене нашу проблему обещали, конечно же, решить. Естественно, на это все забили. Также в один день просто вырубился Wi-Fi на несколько часов. Завтраки были, мягко сказать, не очень. Примерно на уровне Туниса. И да, я там был около 7 лет назад, и уровень там примерно такой же. Ну, я имею в виду сомнительное качество колбаса, сосиски и другая еда. Скудный шведский стол и не самый вкусный кофе. Ну, поесть можно, но не мой формат. Давайте теперь расскажу про мои впечатления о самом городе и о наших похождениях там. Сразу после выхода из отеля мы почувствовали, как будто мы в Вьетнаме или каком-то африканском гетто. Скажем так, о правилах дорожного движения в этой стране никто не знает вообще. Серьезно. До этого я думал, что в Армении и Грузии плохо водят машины. Но нет, там просто цветочки по сравнению с Турцией. В Турции же такое ощущение, как будто ты можешь запросто сесть и повезти машину, если даже у тебя нет прав. Я не понимаю, зачем им нужны в этом случае вообще светофоры и пешеходные переходы. Всем вообще все равно на них. Если же ты захочешь перейти дорогу с оживленным движением, то это получится сделать только в том случае, если большая, огромная группа людей одновременно начнут переходить улицу, как бы захватывая ее для пешеходов. И это я говорю без преувеличений. Улицы максимально не предназначены для пешеходов. Тротуары, если они есть, то они безумно грязные и узкие. И даже этот фактор не мешает местным делать магазинчики и забегаловки прямо на тротуаре. Мы сразу решили пройтись по набережной. Днем прилета было воскресенье. На набережной мы увидели отдыхающих местных, которые лежали достаточно в культурном парке на траве. Причем это не как у нас, условно, в Сокольниках или Коломенском, где люди культурно расстилают полотенчика и отдыхают. А там лежали реально грязные, можно подумать даже, что бомжи. Там же местные пришли с мангалами и тупо жарят мясо на набережной в парке. Окей, это может быть нормально для них. Но я боюсь представить, что бы вообще сделали у нас в Москве с такими людьми, если бы они развели огонь не в специально отведенном месте. И все люди, которых ты проходишь с камерой, буквально грызаются тебе в глаза. Словно хотят, я не знаю, загрызть тебя и просто убить, расчленить. И реально без приколов. Говорю как человек, который ходил с камерой. Тут же много рыбаков ловит рыбу посреди пешеходной дороги. Рядом на камнях также спят грязные люди. Единственное приятное в этой всей истории, это безумное огромное количество котов, окружающих тебя. Я прекрасно понимаю, что у турок, видимо, такая культура. И я не имею права, наверное, сказать, что они неправильно поступают. Ведь я все-таки в гостях. Но с точки зрения европейской культуры, туркам, хотя бы тем, которых я встретил в Стамбуле, в ходе поездки, им все еще очень сильно далеко. Насчет котов. Они там реально повсюду. На каждой улице будет как минимум один-два кота. И в среднем мы видели по 5-6. И я также не могу сравнить это немеряное количество котов с тем, как оказалось большим количеством в Тебелиси. Тут просто в разы больше их. Кеша. Смотри какой. Еще пофигу. Маленький. Смотри какой. Мы его сейчас забрали. Иди, дядя. Иди-ка. Господи. Текси. Гранд базар. Ночью. Как сказали, куда не ходить. Курс и обмен валют. Курс турецкой лиры к доллару, евро и рублю на момент съемок находится на экране. С обменом валют проблем не должно возникать. Ведь, как и в любой туристической стране, обменники там вообще повсюду. Интернет. Если вы такой же человек, как и я, хотите все время оставаться на связи, то, естественно, рекомендую купить симку с интернетом. Я покупал заранее с помощью сервиса Unisim. Это не реклама, просто реально классный сервис, который поможет сделать электронную международную симку, где можно пополнять баланс. На сайте есть тарифы интернета в разных странах, и лично для меня это было намного выгоднее, чем покупать симку по приезде. Конечно, это работает только если ваш телефон поддерживает eSIM. Обычно все местные симки оформляются в специальных офисах, долго, нудно, а самое главное, что дорого. Примерно 20-30 долларов. А так, в целом, в цивилизованных ресторанах можно найти Wi-Fi, но все-таки это вам никто не гарантирует. Еда. Еда здесь буквально на каждом шагу. Конечно, зачастую это просто маленькие забегаловки с донером и кебабом. Большая часть этих мест выглядит похуже, чем шурма у вокзала или выхина, в плане чистоты. Не могу сказать, что мне понравилась вся местная еда, хоть она была и вкусной. Просто, наверное, не мой формат. В плане цен в Стамбуле дела обстоят просто ужасно. В среднем, легкий обед на двоих обходился в 1000 турецких лир. Салат стоит около 150-250 лир. Горячее блюдо не меньше 300 лир. Это безумно дорого. За эти деньги я смогу куда вкуснее поесть в центре Москвы. Например, в том же депо. Там же ты получаешь даже не ресторан, а просто кафешку или столовую с задрипанной кухней прямо в гостевом зале или даже на улице. Для меня это, наверное, самая большая загадка из поездки. И даже обеды и ужины практически каждый день за такие деньги, большую часть времени я остался голодным. В один из дней мы решили зайти в Макдональдс. Как же без него? 585 лир получилось на двоих. 2 макомба, с учетом того, что почему-то нам по умолчанию делали макомба, который нам нафиг не сдался. Хотя мы просто хотели поесть бургеров. Отдельно я еще взял мороженое в рожке. Оно стоило 30-35 лир. Точно не помню. Но это очень дорого. Там даже было пусто внутри рожка, а мороженое только сверху горкой. Я помню еще те недалекие времена, когда в Маке мороженое в рожке стоило 19 рублей. Мак здесь как самая обыкновенная забегаловка. Никаких канонов того мака, что был в России. Нет локаторов, нет касс, где ты сам выбираешь еду на экране. Даже нет номеров заказа. Ты просто делаешь заказ, сразу тебе его делают, и тебя вызывают не по номеру чеку, а по позиции в меню. В общем, прошлый век, но зато в список стран, где я ел мак, добавляется Турция. Хочу отметить, что с транспортом особо больших проблем я не увидел. Очень много автобусов и трамваях, проходящих через весь город. Для проезда в транспорте вам потребуется приобрести Истамбул карт. Пополнить ее можно в метро, на трамвайной остановке и даже на некоторых станциях автобуса. Метро для нас оказалось очень удобным, ведь у нашего отеля была станция с четырьмя ветками метро, что очень даже круто. Не могу сказать, что все ветки очень логично построены с точки зрения составления маршрутов, но судя по планам строительства новых станций, они решают этот вопрос. Поезда, современные станции, ничего особенного. Проезд в метро стоит 17 лир. В сети метро есть ветка с названием Мармарай, что является однокоренным словом с мраморным морем. И действительно, эта длинная ветка идет вдоль побережья мраморного моря. Мы думали, что это полностью подземная ветка, но, как казалось, это как наш диаметр в Москве. Просто под землей проложен участок, проходящий под Босфором. Можно сравнить с пятым диаметром Москвы, которые хотят в центре запустить под землей. Проезд стоит около 35 лир. Так как большая часть города находится у воды и город разделен на части по берегам Босфора, там развит паромный транспорт. Абсолютно в разных местах разбросаны культурные пристани, куда по расписанию приплывают паромы для перемещения по частям города. Оплата проезда также совершается по Истанбул-карт, и для нас это стоило около 30 лир. В общем, могу кинуть респект за транспортную сеть в городе. С чем-с чем в Стамбуле нет проблем, так это с туалетами. Не могу сказать, что они прямо на каждом шагу расположены, но все же их много на улицах и в парках, и видно, что власти задумываются над этой проблемой. Они не бесплатные, но стоят какое-то копье, около 3 лир. Зачастую они чистые и убранные, поэтому не жалко такие смешные деньги. Как я уже сказал в самом начале, Стамбул очень богат своей историей. В течение тысячелетий город обрастал различными постройками, храмами и мечетями. Сейчас большинство этих построек является музеями. Лично я посетил множество туристических мест в Стамбуле. Сейчас расскажу о них поподробнее. Самая популярная точка в городе для туристов – мечеть Ай-София. Совсем недавно, года 4-5 назад, эта мечеть была полностью музеем. Однако, потом первый этаж превратили обратно в работающую мечеть, а второй оставили для музея. И если ты турист, то чтобы войти туда, посмотреть что внутри, ты должен заплатить около 25 евро. С учетом просто безумнейшего потока людей, стремящихся попасть вовнутрь, это очень дорого с моей точки зрения. Даже собирая по 5 евро с человека, они запросто могли бы содержать это место в том состоянии, в котором оно находится уже несколько лет. Все, что сделали люди, получающие эти безумные деньги, это тупо две деревянные лестницы и стенды с QR-кодами мини-экскурсий. И все. И типа ладно заплатить тем, кто руку приложил к этому реально красивому сооружению. Но нет, ты платишь тупо в туристический карман Турции. Да, внутри все выглядит впечатляюще. Я не спорю. Когда ты понимаешь, что именно в этом месте происходили ключевые моменты в истории, пожалуй, всего мира, это, конечно, крутые ощущения. Следующее классное место, находящееся в 200 метрах от Айя-София, это цистерна базилика. Это место, куда раньше поступала вода по акведукам из озер. То есть, можно сказать, водохранилище под землей в центре Стамбула. Красивое место, подсветка в тему, но много людей. Честно говоря, не помню точно, сколько стоило это удовольствие, но мне кажется, не сильно дешевле Айя-Софии. Но вот это уже стоит точно посетить. Недалеко находится еще один огромный музей, Топкапы. Это бывшая резиденция султанов. Сейчас там музей с артефактами и реликвиями. На входе они увидели мою камеру и решили зачем-то забрать мой микрофон, а камеру отдали. Видимо, это профессиональная техника у них считается, и они боялись, что я, не дай бог, запишу, я не знаю, звуки птиц с невероятным качеством. Ну ладно, потом вроде все вернули, поскольку я не сильно увлечен историей тех времен, для меня было не сильно интересным посещением данного места. Гран-базар. Это место я считал огромным рынком, как любой рынок на окраинах Москвы. Только намного больше, грязнее и неуютнее. Как оказалось, это место в ухоженном здании с современными магазинчиками для туристов. В общем, вообще не то, что я представлял. Даже людей там было не сильно много. Так что я не очень впечатлился этим местом. В один из дней у нас также была экскурсия на Принцево острова. Это как бы район Истамбула, но только на островах. Там, как я понял, простым гражданам нельзя ездить на автомобилях. Включение составляют электрокары. Госслужбам разрешается ездить на авто. Поначалу мы заехали на маленький остров, который мне пришелся по душе. Не так много народу, нет этого бешеного трафика. В общем, красивое местечко, всем рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позже мы поехали, как я понял, на самый туристический остров. Там уже было полно людей и электрокаров. Сами острова напоминают греческие мотивы. Некоторые дома даже похожи на маленькие домики в странах Балтии. С целью отдохнуть от суеты Истамбула, эти острова очень даже хорошо справляются. Понюхайте этот запах. Понюхайте его. Вообще ничем не пахнет. Вообще ничем не пахнет. Так как мы гуляли практически целыми днями по городу, мы все время заходили в разного рода мечети. Многие туристические места нас вообще не впечатлили. Например, улица Истекляль, по которой ездит красный трамвайчик. На улице также много магазинов, кафешек и несколько консульств. Совсем не интересное место, но можно просто приехать посмотреть туда. И, наверное, самое классное, что было из поездки, это вечерний теплоход по Босфору. Кораблик помог мне оторваться от большого количества стресса во время нахождения в Стамбуле. Вечером, когда ты не в самом городе, а смотришь на него со стороны, он начинает приобретать вид уютного, цивилизованного и спокойного города. Мосты начинают красиво подсвечиваться, огни красиво горят и это сильно успокаивает. На корабле был неплохой ужин с рыбой. Для туристов устроили развлекательную программу в качестве турецких танцев. Но для меня это было вообще неинтересно, ведь можно было выйти на палубу и просто сидеть и думать о жизни. Не, ну тут видок, конечно, красивенький, ничего не могу сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Что я могу сказать по окончанию этой поездки? Это была поездка явно не чтобы отдохнуть, почилить, я не знаю, просто порелаксировать, а это просто поездка для получения впечатлений. Конечно, в суете, когда ты все время бегаешь где-то по городу, ищешь достопримечательности, я не знаю, пытаешься перейти в улицу и вечно находишься вот в этом, в этой сфере. Отдохнуть в такой суете крайне проблематично. Безусловно, это была хорошая поездка, мне она понравилась. Я получил уйму впечатлений и опыта, наверное. Мои представления о определенных местах начали разрушаться. Например, я имел вообще одно представление этого города, получил абсолютно другие эмоции и впечатления после этой поездки. Честно говоря, я вообще не представляю, как в этих условиях можно жить, конкретно мне. Естественно, я пытаюсь оценить города также с точки зрения того, насколько смог бы я там вообще обитать, жить, существовать. И в этом городе я пока вообще не понимаю, как жить. Конечно, на окраинах города мы видели современные райончики с приятненькими местами по типу Старбакса, какие-то ресторанчиков с новостройками. И намного все ухоженнее, чем в историческом центре. Но почему тогда исторический центр в таком состоянии? И я не знаю, я бы, наверное, не смог бы жить в городе, зная какой ритм идет вообще вот в целом в городе и в центре. В общем, это заткнись, чудовище, заткнись, чудовище. И московскому человеку явно сложно воспринимать вообще вот этот ритм жизни там. И вот даже сейчас, поездив по Волге, по вот этим местам, по маленьким городам по типу Углича и Плеса, я вот искренне считаю, что лучше я буду жить вот в Угличе или Плесе, я не знаю, в старой убитой пятиэтажке или в старом деревянном доме, нежели я буду жить где-то в Стамбуле, на окраинах, не знаю, в центре, где угодно. Вообще не мое место. И страна-то была всегда богатой у них. В один момент она была самой вообще богатой страной в мире. И, честно говоря, с вот их огромными ценниками, мне кажется, что не очень большими зарплатами, я не представляю, как там можно выжить местному человеку. Просто не представляю. То есть платят как будто в сто раз меньше, чем ты должен отдать, чтобы, я не знаю, сходить в рейс-тики покушать в хорошем, там, условно говоря, в выходной. Я не знаю, ты должен пахать. Мне лично кажется. Может быть, я не прав, опять же. В любом случае, я надеюсь, ролик вам понравился. Он был какой-то немножко информативный. В любом случае, я считаю, что в этот город стоит попасть. Но если бы я знал вообще все прелести этого города до поездки, возможно, я бы больше, чем дня на три туда бы точно не ехал. Потому что я не считаю, что там вот неделю, сколько мы там были, стоит вообще что-то делать. За три дня можно посмотреть и получить реально классные впечатления и сильно не разочароваться. Ждите следующий ролик. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok